Добрый день дорогие друзья, с вами Дмитрий Черепощук. Просмотрим с вами рынок, да, интересные идеи по нему на серединку декабря. Есть на что посмотреть, сразу давайте приступать тогда к делу. Итак, смотрим на золото. Золото, наконец-то, какое-то движение началось, да, после новостей в среду, да, после заседания. Все-таки вышли мы выше из этого канала, сейчас я вам покажу. Вышли красиво, объем не имеет значения, потому что это новый контракт, да, вчера была экспирация на российском рынке, это новый фьючер, из-за этого такой объем. Все равно, да, он указывает на пробой, явно видно, что пробили на импульсе хорошем, объем находился сугубо из-за того, что была перекладка контрактов, но тем не менее картина у нас не поменялась. Что на данный момент? На данный момент я бы смотрел более на мелких масштабах, это вот как раз уровень, вот так, четко, 18.10. Вот где-то здесь можно смотреть уже на откат золота, да, много прошли. Где заходить в лонги? В лонги, конечно, заходить лучше после отката, где-то в районе 1.795. Подневки, более точный уровень, давайте посмотрим, 97.6. Тестирование, если будет на объеме, уже этот объем будет более показательный, да, более информативный, поэтому присматриваемся к уровню 17.97, в случае тестирования, это верхняя граница данного канала, на дневном графике, смотрим на движение вплоть до, этот уровень у нас сохраняется на новом контракте, 18.35. В случае, если этот уровень, который мы отметили с вами на часовике, вот здесь, да, он пришел у нас еще с 30 ноября, будет хорошо оттестирован, на объемах после ложного пробоя, скорее всего, будет какой-то откат. Но я бы все равно шарты не брал, я бы дождался, может быть такая ситуация, что мы не пробьем с первого раза, немного отойдем, главное, не глубоко откатываться, чтобы мы не зашли за вот эту ключевую такую цифру психологическую. 1.800, да, поэтому если мы откатываемся, не перебиваем этот лоу и идем обратно, скорее всего, мы пробьем и этот уровень, да, с часового таймфрейма и пойдем выше. И уже после этого, тогда я бы рассмотрел. Пока смотрим, много уже прошли, я думаю, что все-таки мы увидим откат по золоту. По нефти. По нефти, в принципе, ситуация не поменялась, мы рассматривали с вами, что после того, как будет эта пробита зона, будут капитулировать ребята, которые набирают ланги на пробои этого уровня. Мы видим, что крупный игрок рассматривает этот инструмент по-другому и произошел ложный пробой, сейчас идет закрепление, сейчас очень важная игра наступает именно в эту пятницу. Если мы пробиваем обратно с 73.97, скорее всего, мы пойдем тогда в нижнюю границу, первая у нас где-то остановочка будет где-то здесь, 69.73. Если же мы все-таки удержим, и это был ложный пробой, истинный, да, как таково, защищает эзотурой, при пробое, он пойдет выше, да, естественно, 75.92, тогда мы рассматриваем ланги. Пока ситуация, да, вне, наблюдаем просто за рынком, пока никуда бы не заходил. В случае пробоя, еще раз повторюсь, шорт, в случае пробоя 75.92, открываем ланговые противники. По доллар-рубль. По доллар-рубль также интересная ситуация, только веркальная, здесь ложный пробой нарисовали, также не обращайте внимания еще раз на объемы, также перекладка была, этот ложный был на среднем объеме, то есть никакого повышенного. И сейчас мы идем тестировать, уже вернее, протестировали, да, верхнюю границу, ха-454, ха-450, то есть даже не добили. Вот в случае пробоя 450, да, сегодня даже пятницу, я бы присмотрелся на открытие ланговых позиций. Поэтому присмотритесь к этому уровню, если этот уровень удержится, да, этот ложный пробой, как мы ранее говорили, окажется действительным, да. Здесь уже, так как это новый контракт, я брал бы более свежий, я бы, наверное, даже вот так отметил. Вот если мы пробиваем этот уровень, да, на дневном графике 852, тогда рассматриваю снижение, сейчас опять же ничего не предпринимаю, ожидаю выхода инструмента или выше 75-450, или выход 870, но это, скорее всего, уже будет на следующей неделе, так как здесь еще порядка, там, тысячи пунктов, да, у нас, грубо говоря. Поэтому рассмотрите доллар-рубль и по евро-доллару, также интересная ситуация у нас, мы видим, что у нас образовался некий уровень, да, мы его раз тестируем, второй раз, третий раз тестируем, и вот на четвертый раз нужно быть предельно внимательным, потому что если мы все-таки удастся нам закрепиться, все эти ребята, да, которые на продолжение движения тренда сидят, будут выходить по своим стопам, да, кто-то будет брать ланги, Поэтому смотрите также за уровнем, 1.13, да, это евро-доллар, еще раз напомню, вот так это выглядит на часовом таймфрейме, да, хорошее размашечное движение, но нам нужно четко определить, когда мы будем заходить. Вот если опираясь на дневной график, как раз заход у нас рисуется по 1.13. По интересным ситуациям это все, что я хотел вам рассказать. Буду желать вам хорошего дня, хороших выходных. Всего доброго.